Цифровое будущее. Казахстанские школьники и студенты создают проекты, меняющие привычный взгляд на вещи. Инновационная трость для слабовидящих или биоразлагаемая открытка. Подробности в этом выпуске программы «Цифровой Казахстан». В Казахстане завершился национальный конкурс инноваций. Среди победителей – студенты, предложившие проект «Живая открытка». Мы реализовывали, создали уникальную биоразлагающуюся открытку, которую можно посадить в землю и ухаживать, ждать, когда из нее произнесет прекрасный цветок. Рецепт является уникальным. Создавали мы его с огромной командой. Изначально студенты решали задачу улучшения экологии. Позже поняли, что на проекте можно и заработать. Сегодня у стартаперов есть уже постоянные клиенты. Изначально этот проект заключался в том, что мы добавляли в бумагу эйхорни. Это высшее водное растение, которое приводится с Латинской Америки. Позже, когда мы проводили лабораторные исследования, мы создали биоразлагающуюся бумагу без использования вот этого высшего водного растения под названием эйхорния. Сейчас рецепт является простым, уникальным и очень удобным для производства и получения прибыли. Проект действует уже два года. На разработку же у стартаперов ушло около двух месяцев. Еще одна идея, победившая на конкурсе – интеллектуальная трость для слабовидящих людей. Я создал роботизированную трость, которая будет помогать незрячим и слабовидящим людям ориентироваться в пространстве, то есть видеть перед собой препятствия. Когда я был маленький, мы с родителями жили в городе Павлодар, и наш дом находился возле общества незрячих людей. И я каждый день видел всяких бабушек, которые не могли перейти дорогу сами, людей, которые не могли выходить из дома без прочей помощи. И мне захотелось им помочь, поэтому я выбрал такую тему для своего проекта. Над изобретением парень работал все лето и уже в августе представил его первым зрителям. Его преимущество в том, что у него нет аналогов по миру, и он уникален, получается. И то, что он охватывает такую большую социальную тему и сможет помочь многим миллионам людей по всему миру, так как мы собираемся продавать его не только в Азербстане, но и в другие страны по интернету. Трость, разработанная парнем, существенно облегчит жизнь слабовидящим, станет буквально подсказчиком и проводником. В этой трости есть колесико для того, чтобы человек не приподнимал ее, как обычную трость, а катил по поверхности. Также с помощью этих колесиков человек может упереться в какое-нибудь маленькое препятствие и увидеть его, так как датчик, он работает только на одном уровне и видит только препятствия высокие. И в пределах метра от себя, с помощью колесика, человек сможет видеть какие-нибудь маленькие бордюры или ступеньки перед собой в виде препятствия. И также там установлена ручка. И сердце моего изобретения – это роботизированный комплекс, который я запрограммировал сам. Парень с молодых ногтей интересовался физикой. Трость – не первый его проект. В активе разработчика, к примеру, инновационная гидроэлектростанция. Я разрабатывал рабочую маленькую гидроэлектростанцию у реки, когда я жил в городе Павлодар. И сюда, приехав в Астану, у меня уже было два проекта. Это энергоэффективное здание, которое не будет связано ни с какой сетью, а будет обеспечивать себя водой и энергией сама. Мы создали макет и тоже участвовали в международном конкурсе. Цифровое все активнее входит в нашу жизнь. Помогут новые технологии в решении проблем экологии и слабовидящих. Узнать же обо всех новинках вы традиционно сможете в программе «Цифровой Казахстан». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова